Привет! Меня зовут Богатейший Де. У меня есть один вопрос, именно к тебе. Как ты думаешь, ты входишь в 5% независимых людей? Давай попробуем разобраться в этом сегодняшнем видео. Сейчас ты закроешь глаза и представишь, что идешь по улице, занимаясь своими обычными делами. Но внезапно толпа людей начинает бежать навстречу тебе, поддаваясь общему порыву паники и страха. Как ты думаешь, что ты будешь делать и что ты почувствуешь в этот момент? Продолжишь ли ты идти дальше или присоединишься к толпе, чтобы убежать от чего-то неизвестного, от того, что заставляет этих людей паниковать? Исследование показывает, что более 95% людей побегут вместе с этой толпой. Психологи называют это эффектом стада. Если вы еще не догадались, то я хочу подвести вас к тому, что именно поэтому более 95% участника рынка начинают инвестировать, ориентируясь именно на толпу инвесторов. Все мы опираемся на социальные сети или интернет, чтобы узнать что-либо о чем-либо. Твиттер, Ютуб, Телеграм, даже мой канал, который ты сейчас смотришь. Мы сначала проверяем отзывы и оценки, например, ресторана, чтобы посетить его. Мы также выбираем квартиры, отели, машины и прочие вещи, основываясь на оценках людей, которые уже испробовали данный товар или услугу. И мы вынуждены безоговорочно доверять этим отзывам. Только представьте, насколько важен ваш отзыв. Сколько людей могут изменить свое мнение о товаре после вашей оценки о нем? Многие из наших ежедневных решений были социализированы, потому что мы чувствуем себя безопаснее, находясь в социуме. Мы чувствуем себя защищенными, ощущаем себя принятыми и признанными, будто являемся частью чего-то большего, чем просто мы сами. Однако это может привести нас и к мрачным последствиям, если мы задействованы в инвестировании или занимаемся торговлей. Когда вы перекладываете ответственность за принятие решений на других, вы даже можете не осознавать, что постоянно открываете максимально большие позиции в конкретном активе, основываясь на социальной шумихе. И при этом закрываете как можно больше позиций, когда к этому активу пропадает всеобщий интерес. И так будет всегда, несмотря на то, куда вы вкладываете свои средства. Активы, бизнес-акции, что угодно. У нас уже есть целые поколения, которые принимают решения благодаря социализированной форме общества. Для них это уже естественно, они родились в этой среде. Но я хочу сказать, что удача благоволит независимым мыслителям, которые готовы пойти против толпы. Которые видят истинный путь и находят уникальные возможности, когда их никто не ищет. Вы думаете, эти ребята ждали какой-то реакции от толпы, чтобы инвестировать свое время и деньги в верное русло? Черт возьми, нет! На самом деле, когда дело доходит до возможностей, то для этого существует единственное правило. Найти установки, которые обособлены от признанной нормы. Те, в которых никто больше не интересуется и не нуждается. Именно эти возможности будут работать лучше всего, потому что они направлены против толпы. Так что в следующий раз, когда ты увидишь, как толпа бежит от чего-то, постарайся быть теми пятью процентами людей, которые пойдут дальше. Это всё, о чём я хотел с вами сегодня поговорить. Давно во мне-то сидело, хотел поделиться. Да, видео получилось достаточно коротким, но тем не менее интересным. По крайней мере, я так думаю. Если это так, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. А ещё вы всегда можете оставить свои комментарии внизу, если вам есть что сказать. Я уверен, что есть. Всем спасибо за просмотр и обязательно богатейте! До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!